Уважаемые зрители, не пропускайте новые выпуски на ОМТВ. Подпишитесь, настройте оповещение обновлений, пишите свои мнения в комментариях. Ваши просмотры, лайки, репосты и комментарии неотъемлемая составляющая существования проекта. Путин снова топает ножками и требует сделать все для того, чтобы я не вернулся домой. Перед Новым годом они заявили о том, что запускают новое уголовное дело против меня, и оно такое демонстративно сфабрикованное. Вчера ВСИН заявил о том, что они требуют в суде превратить мой условный срок в реальный, и я, значит, немедленно должен отправиться в тюрьму. Я посмотрел, какие есть рейсы, и на сайте авиакомпании Победа я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом Победы. Встречайте. История с объявлением Алексея Навального в федеральный розыск – это, пожалуй, один из самых фантасмагоричных эпизодов в истории российской бюрократии, великой, ужасной и тупой. Отравить фигуранта, разрешить ему выезд на лечение высочайшим повелением, а потом объявить в розыск за то, что фигурант уклоняется от контроля, так как давно выздоровел и не приезжает. При этом слить эту безумную информацию ровно тогда, когда фигурант федерального розыска собрался сделать то, что от него требуется – прибыть в родные пенаты для соответствующего контроля. И, может, даже со справкой, что все признаки болезни не прошли к моменту необходимой явки к товарищам из ФСИН. Понятно, что такая информация появляется только для того, чтобы товарищ, имя которого нельзя называть, Навальный. Крепко задумался, стоит ли менять немецкий комфорт на российскую тюремную камеру. А если уж в Кремле решат, то упрячут. И никаких массовых протестов не будет. И никакая Ангела Меркель не поможет. Вор, как известно, должен сидеть в тюрьме. Вот с этой самой фразой продолжим анализ того, почему Навальный вызывает такое раздражение кремлевской общественности и лично того, кто не произносит его имени. Ведь если присмотреться к политическим взглядам берлинского пациента, то в Кремле вряд ли должны считать, что он стремится разрушить сверкающую Россию, неутомимо выстраиваемую Путиным. Вспомним хотя бы русские марши и Крым не бутерброд. Но вот это вот вор должен сидеть в тюрьме. Навальный теме опасен, что не покушается на политическую сущность режима, как немцов. Но зато постоянно доказывает, что созидатели скреп не созидатели никакие, а самые обыкновенные растратчики, наперсточники, жулики, что никаких скреп нет, а есть гаражные кооперативы, превратившиеся в дворцы и яхты. И скреподержателям это сильно обидно, прям до новичка. Потому что им на самом деле совершенно все равно, в какой России воровать. С традиционными браками и с Крымом или с нетрадиционными партнерствами и без Крыма. Люди нетрадиционной ориентации спокойно живут, работают, продвигаются по службе, ордена им вручают, я вручаю лично. Просто в стране с традиционными браками, как известно, воровать сподручнее. Вот они и воруют. А с любовником можно и в Куршавель смотаться, делов-то. И Крым лучше забрать и разворовать, чем не забрать и не разворовывать. Это и школьник понимает. Точно так же и с остальным украденным и разворованным. Отсюда же жгучее желание забрать Украину с Белоруссию. Почему их должны разворовывать какие-то Коломойские с Лукашенко, а не мы сами? Там есть местная милиция, местные силы самообороны. Они состоят из местных жителей. Из местных. Это Навальный думает, что Крым не бутерброд. Как раз бутерброд, потому что его можно сожрать и не поперхнуться. Но никто не должен думать о них так. И любой, кто будет рассказывать о них, как о банальных жуликах, обречен на классовую ненависть скреподержателей, вне зависимости от политических взглядов обличителя. Потому что они, похоже, и сами поверили, что совершают все свои преступления ради России, а не ради бабла. И хотят, чтобы все остальные думали так же. Папа, а кто такой Путин? Это человек, который работает для того, чтобы ты была счастлива. Продолжение следует...